Это первая в серии книг, перечисляющих имена расстрелянных в Катыни со ссылкой на те официальные архивные документы, согласно которым они были расстреляны. Почему важно поддержать этот проект? Почему важен будет выход этой книги? Потому что такого рода материалы разгоняют то пространство фейка, то пространство фальсификации, в которое мы с вами вынуждены, к сожалению, блуждать, и которое делает нашу страну страной с непредсказуемым прошлым. Непредсказуемое прошлое – это очень вредная вещь. Она размывает наши с вами нравственные основы. Плохо жить в пространстве, в котором то, что происходит сегодня, завтра, может быть оценено совершенно противоположным образом, чем сейчас. Любой луч правды, любая объективная истина, любые точные данные разгоняют этот ядовитый туман, который токсичен для всех тех, кто вынужден в нем находиться, даже для тех, кто не знает, что он на самом деле в нем находится. Тотальная ложь и тотальная фальсификация – это одна из тех вещей, которые воздействуют на каждого. Поэтому правда и просвещение целительны для общества. С практической точки зрения выход такого рода документов, обнародование этих сведений, должно привести к официальной реабилитации этих людей. Сейчас это невозможно сделать, потому что наша Генеральная прокуратура говорит, что для этого нет документационных оснований. Если такие документационные основания будут предъявлены миру, это может привести к тому, что люди, наконец-то, после стольких лет получат то, на что они имеют право. Правду о себе, честное имя, рассказ о том, что на самом деле с ними произошло. Нет гарантии, к сожалению, что сказавши правду о том, что произошло вчера, мы гарантируем отсутствие этого завтра, но это то, что мы можем сделать, это то, что мы должны сделать. Продолжение следует...